Кладбище авторитетов Ведь убивали в те времена часто и регулярно Вот и появлялись на городских кладбищах целые кварталы из авторитетных могил До 90-х годов прошлого столетия похороны вора в законе отличались от обычных разве что количеством людей, пришедших почтить его память В остальном все как у всех Стандартный гроб, венки, могила, металлический памятник или в лучшем случае из мрамора Но, когда в стране стал править бал криминал, все изменилось В начале 90-х криминальный тон задавали даже не воры, а авторитетные предприниматели и спортсмены К таковым можно было отнести и братьев Квантришвили Амиран Квантришвили и Тари Квантришвили Старший, Амиран еще в юности свел дружбу с кортежниками, стал каталой Младший занимался борьбой, но по примеру старшего брата тоже стал вхож в криминал В 80-е годы, несмотря на отсутствие титула вора в законе, братья Квантришвили имели на сходках такой же вес, как и генералы криминального мира А в начале 90-х они уже были долларовыми миллионерами, на равных общаясь с крупными чиновниками В Огоньковское кладбище, авторитеты но именно эта сила и стала причиной их гибели 6 августа 1993 года Амиран Квантришвили вместе с вором в законе Федей Бешеным был застрелен в офисе на улице Димитрова в Москве Год спустя киллер Ореховской ОПК, ныне всем известный Алексей Шерстобитов, возле краснопресненских бань оборвал жизни его брата Председателя фонда спортсменов имени Льва Яшина, Атари Тогда соболезнования семье погибшего прислал даже президент России Борис Ельцин Неудивительно, что похороны Атари прошли при огромном стечении народа Почтить его память пришли такие люди, как Иосиф Кобзон, Арчил Гомиашвили, Иван Ерыгин и другие Похоронили братьев на престижном и давно закрытом для захоронения в Огоньковском кладбище Их могила у центрального входа давно стала достопримечательностью погоста Огромный ангел со скорбным лицом тянет руки к двум гранитным скрижалям, на которых начертаны имена братьев Для несведущих стоит отметить, что памятник – не просто халтура неизвестного мастера, а работа, принадлежащая Эрису знаменитого скульптора Вячеслава Клыкова В числе его работ – памятник Кириллу и Мефодию, маршалу Жукову, Ивану Буйнину, Дмитрию Донскому и другим знаменитостям Вогоньковский погость стал последним приютом и для авторитета Вити Рязанского, главы самой мощной в 90-х об Кризане Виктора Айропетова 19 ноября 1995 года на Рублевском шоссе автомобиля Айропетова остановили липовые омоновцы и увезли мафязи в неизвестном направлении Позднюю его обгоревший труп опознала супруга Хотя эксперты настаивают, что это была инсценировка, черный гранитный обелиск с массивной оградой утверждает, что именно здесь захоронен лидер криминальной Рязани Впрочем, ходят слухи, что уже в нулевых Витя приезжал сюда лично и даже положил цветы к своему памятнику Хованское кладбище Авторитет и другим столпом организованной преступности 90-х можно считать основателя Ореховской ОПК Сергея Тимофеева по прозвищу Сильвестр Официально он погиб 13 сентября 1994 года в результате взрыва Мерчадес Бенц-600 сеч от радиоуправляемого фугаса Похоронили Сильвестр на традиционном для Ореховских Ованском кладбище Москвы Его памятник из черного мрамора выполнен в виде огромного барельефа распятого Христа Сверху фото Тимофеева и православный крест На обратной стороне изображение Богородицы, а внизу эпитафия, поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость По сравнению с памятниками почивших коллег, надгробие Сильвестра довольно скромное Не исключено, что в могиле находятся останки другого человека, сгоревшего при взрыве практически дотла Ведь экспертизу ДНК в те годы никто не проводил Там же, на Хованском, находится могила правой руки Сильвестра, основателя Медведковской ОПК, Григория Гусятинского Некогда офицер КГБ, он стал одним из видных авторитетов Москвы и не брезговал самой кровавой работой В январе 1995 года в Киеве Гусятинского ликвидировал все тот же Алексей Шерстобитов, больше известный в криминальных кругах под прозвищем Леша Солдат Обелиск Гусятинского представляет собой черную мраморную стелу, на которой скульптор высек лицо покойного Там же виднеется женская рука, тянущаяся к лицу, склонившемуся в скорби Помимо Тимофеева и Гусятинского, на аллее героев Хованского кладбища лежит еще несколько десятков братков из Ореховских и союзных с ними группировок Их могилы легко отличить по черному мрамору, по фосным надписям и фото покойных Кроме братва из 90-х, на Хованском погребе на последний столб криминала, вор в законе номер один Аслан Усаян по прозвищу Дед Хасан Он сумел выстроить самую обширную криминальную империю, но лидером Хасана признали не все воры 16 января 2013 года на него было совершено очередное покушение, закончившееся смертью авторитета Родные хотели похоронить Усаяна в Тбилиссе, но власти Грузии отказались принять самолет с его телом В итоге законника похоронили на Хованском Постоянный памятник авторитету появился на могиле лишь через полтора года после похорон Он представляет собой две черные мраморные стелы с эпитафиями и годами жизни, между которыми стоит скульптура Усаяна Памятник был изготовлен талантливым скульптором Арамом Григореном, создавшим памятники первому картографу Сибири Ремезову и академику Марчукку Могила Япончика не менее претенциозным получился монумент и другому культовому вору, Вячеславу Кирилловичу Иванькову по прозвищу Япончик Лихие 90-е Иваньков пропустил, чились в американской тюрьме Но когда в 2005 году вернулся на родину, то стал активно вмешиваться в ход воровских процессов Выступая на стороне Аслана Усаяна, Япончик все же оставался независимой и сильной фигурой, поэтому он не устраивал многих В итоге 28 июля 2009 года при выходе из ресторана Иванькова ранил снайпер, а 9 октября 2009 года он скончался Похоронили авторитета при огромном стечении народа на Ваганьковском кладбище Несмотря на то, что времена уже были иные, на кладбище была похоронена мать Иванькова и он имел право на погребение возле нее Памятник покойному тоже появился на могиле не сразу, тем не менее он заставляет прохожих обратить на себя внимание На фоне трехметровой глыбы с крестом сидит интеллигентного вида мужчины и смотрит вдаль К могиле вора местные сторожилы за небольшую плату водят людей Часто сюда приходят провинциальные мафиази В вазе на плите всегда стоят живые цветы, а в руке у Иванькова любят оставлять стаканчик с водкой Другие кладут под его ногу денежную купюру Говорят, на удачу Бандитское кладбище Екатеринбурга стоит отметить, что и провинция не уступает столице в помпезности воровских и бандитских обелисков В Екатеринбурге, столице Урала, в 90-х сложило голову немало авторитетных людей Главными из них считаются основатели Обкуралмаш, знаменитые братья Цыгановы и их ставленник Александр Хабаров Сейчас эти люди лежат на северном кладбище города Первым в 1991 году киллеры застрелили основателя ОПК Григория Цыганова Потом в 1993 году погиб уронмашевский авторитет Сергей Иваньков А в 2005 году лидера группировки Александра Хабарова нашли повешенным в камере СИЗО Все три авторитета похоронены рядом, над центральной аллеей погоста Их памятники выполнены в стилистике бюстов партийных деятелей, захороненных у кремлевской стены Нарнольд прозвал это место три головы, хотя нынешняя молодежь уже не знает, кто эти люди Банекинское кладбище Бандиты другим знаменитым бандитским погостом является Банекинское кладбище в Тольятти В середине 90-х в Автограде развернулась настоящая криминальная война Бандиты гибли здесь десятками в день, и ворота кладбища почти не закрывались Хоронили братву в зависимости от ранга Так, центральную аллею погоста занимают могилы лидеров и бригадиров многочисленных ОПК Дима Рузляев, братья Купиевы, братья Букреевы Банекинское кладбище поражает не столько пафосом обилисков, сколько массовостью захоронений К слову, среди эти павших гангстеров с трудом можно найти тех, кто дожил до 30 В настоящий момент власти Тольятти подумывают о том, чтобы устроить туристический маршрут на Банекинское кладбище под вывеской Тольятти, русский Чикаго Впрочем, аналогичные захоронения можно найти на кладбище любого крупного города России Ведь лихие 90-е оставили незаживающие раны на теле всей страны Впрочем, аналогичные захоронения можно найти на кладбище